Приветствую вас. Итак, проблему можно разделить на несколько частей. Первое, это то, что вы узнали в один миг, что для своих друзей вы не друг. И вторая проблема, это то, что на вас нахлынули старые воспоминания. Какие воспоминания именно вы не пишите, то есть тут вот не совсем понятно, почему вы этого, ну почему вы не рассказываете, что именно за воспоминания нахлынули, почему они нахлынули, из-за чего они нахлынули, то есть какая-то у вас идёт ассоциативная цепочка и так далее. Но тем не менее, если старые воспоминания нахлынули, значит, скорее всего, вы сами что-то не забыли, то есть, ну, не смогли что-то забыть вы, и я полагаю, что, вероятно, именно по этой причине вы и оказались во власти этих самых воспоминаний негативных. Значит, вы пишите о том, что узнали, значит, о другой роли для своих друзей. Во-первых, кто это за друзья такие, что вы, почему вы говорите за друзья, почему вы не говорите о конкретных людях, ведь по большому счёту друзей, ну, не может быть много, да, и если вы говорите про друзей во множественном числе, то, может быть, у вас друзей не было никогда вообще, потому что, если человек действительно друг, то вы его, знаете ли, будете по имени называть, и я полагаю, что, ну, у вас просто язык не повернётся, а сказать про него, что он там какой-то ещё один. То есть, недостаточная персонификация проблематики, вот той, о которой вы говорите, на мой взгляд является основной проблемой здесь. То есть, как так получилось, что эти люди некая неопределённая группа. Есть ли у вас настоящие друзья, ну, то есть, те, которых вы могли бы назвать по именам, что, в общем-то, в общем-то, действительно важно, что действительно важно называть людей именно по именам. Далее, далее, с чего вы решили, с чего и почему вы решили, что для этой группы людей, о которой вы говорите, вы больше не друг не друг, то есть, что это были за обстоятельства, почему вы интерпретировали их именно так, и что страшного произошло именно для вас в этой ситуации, ну, в этом случае. То есть, что страшного случилось именно для вас. То есть, ну, допустим, допустим, узнали вы, что больше не друзья, да, ну, что вы не друг. Соответственно, люди вас не оценили. И, соответственно, вопрос возникает, нужны ли вам такие друзья? Если нужны, значит, для чего-то нужны. То есть, есть какая-то потребность у вас в этих друзьях. Ваша, причем, собственная потребность. То есть, это именно, это именно ваши желания, это именно ваши стремления, это именно ваши потребности, может быть даже, может быть даже какие-то инстинктивные детские желания. То есть, вот если говорить именно о реакции на ситуацию, когда вы поняли, что больше не являетесь другом для своих друзей. Соответственно, тут необходимо увидеть, что для вас, именно для вас. Значит, эта ситуация в целом, и почему вы, скорее всего, начали думать о себе хуже. Из-за чего так произошло. Дальше. Теперь мы говорим о воспоминаниях, которые на вас нахлынули. Значит, воспоминания нахлынули, вероятно, по той причине, что вы поняли для себя, как много вы потеряли, например. Ну, то есть, вот, когда вы увидели, что люди, которым вы доверяли, может быть, с которыми вы хотели быть вместе, и так далее. Когда вы увидели, что эти люди вас предали, вы вспомнили какие-то другие времена, когда вам, вероятно, было лучше во всех отношениях, во всех смыслах. Но это вы поняли только сейчас. Раньше вы этого не понимали. Вот такая история. Когда-то вы этого не понимали, а сейчас, вот, когда оказались брошенными своими друзьями, то сразу поняли. Как вы понимаете, это идеализация образов прошлого и, по большому счёту, не более, ну, не более того. Это просто идеализация прошлого, но она, эта идеализация прошлого, тем не менее, важна для вас. Потому что вы о ней говорите, об этой, ну, об этой идеализации, идеализации вы говорите. А значит, что это для вас чрезвычайно важна. Поэтому, я думаю, я думаю, что вот, то, что кроется, то, что кроется за вашими желаниями, то, что кроется за тем, значит, что они на вас нахлынули, эти воспоминания. Необходимо анализировать. Потому что это важно. Если мы хотим вам помочь. То есть, если мы хотим сделать что-то для вас. Если мы хотим как-то, вот, разрешить эту ситуацию, в которой вы оказались. Вот. Я полагаю, что это важно. Я полагаю, что именно от вашего ответа, значит, ну, самому себе на вопрос. Хотите ли вы работать, ну, вот, со всем этим или нет, зависит ваше, собственно говоря, будущее. Вот. То есть, если хотите, то вам можно будет помочь. Вот. Если хотите продолжать жаловаться, то, соответственно, помочь вам будет, ну, невозможно. В этом контексте я рекомендую обратить внимание на следующие некоторые важные моменты. Во-первых, необходимо увидеть закономерности того, как эта ситуация, в которой вы оказались, стала возможной, в принципе. То есть, из-за чего она стала возможной, почему она стала возможной, благодаря кому она стала возможной, эта ситуация. Какая позиция, ну, ваша, какая позиция ваша определила, значит, ну, в наличие такого исхода. Я считаю, что это очень важно, если мы, опять же, хотим вам помочь. Вот. На мой взгляд, именно так можно вам ответить на ваш вопрос, на мой взгляд. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите мне в личку, я буду рад вам ответить на вопросы. От себя я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вам данной ситуации и данной проблемы. Спасибо. 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 Спасибо.